Пример Лан Цинн. Почему самых крупных китайских мотопроизводителей нет на российском рынке? Лан Цинн второй по объему продаж китайский производитель мототехники после дачи Цзян. 1 105 500 штук за первое полугодие 2021 года. Результат Лан Цинн. 654 200 единиц мототехники. В отличие от многих топовых производителей Китая из того же списка, Лан Цинн много лет известен на российском рынке, благодаря универсальным двигателям, которые впервые появились в России более 10 лет назад. Еще на первых снегоуборщиках, а также пожал к дворциклам, которые мне несколько лет были в продаже. На российском рынке присутствуют мотоциклы Watch. Это премиальный бренд, который также выпускает Лан Цинн совместно с европейцами. Также Лан Цинн много лет производит двигатели для мототехники BMW. Гусей 650, 750, 850 и скутеров 400. Предприятие Лан Цинн в Чинцине, которое непосредственно выпускает массовые мотоциклы, очень крупное и современное. В своем роде завод с картинки. Причем снаружи и внутри он выглядит так, что есть у братья иероглифы на информационных табличках. Большинство людей примет его за образцовый европейский завод. Современные знания в европейском стиле, огромные площади и зеленение, идеальная чистота и порядок в цехах, новейшее оборудование. Во многих странах, куда поставляется мотоцикл Лан Цинн, это предавно застружило доверие. Благодаря доступной цене и высокому качеству. Это можно сравнить, например, с именем Huawei или Xiaomi в телефонах. Лан Цинн не раз изучали российский рынок, но от активных действий по освоению рынка мототехники отказывались. Итак, основные причины, по которым продукции крупных китайских фабрик, едят на российском рынке. Первое. Объемы. Основной интерес крупных и не очень крупных китайских фабрик в количестве. Фабрика заинтересована стабильной в сборке на конвейере тысячного тиража модели по одной спецификации. А крупная фабрика 10 или даже 100 тысячного. Проще говоря, производственная мощность и Лан Цинн не менее 100 тысяч единиц мототехники в месяц. В идеале, с точки зрения производства, делать эти 100 тысяч единиц одной модели без перенакладок. На практике так, конечно, не получится. Рынок слишком неоднороден и изменчив. Но делать хотя бы 10 моделей нормально. 30 нереально. Поэтому крупные фабрики работают на крупные рынки, загружая конвейеры самыми крупными партиями небольшого ассортимента. Фабрики поменьше, с мощными системами порядка 10 тысяч единиц в месяц, которых не видишь в топах, могут делать и более мелкие партии. Тысяча штук одной модели. Российский рынок, конечно, подходит со своими потребностями ко второму случаю. Даже если бы речь шла о мопедах, которые больше всего продаются в нашей стране. Таких размеров партий и такой стабильности продаж сезонного с летним, которые из других странах покупателей модельки, у нас, к сожалению, нет. Поэтому крупным фабрикам интересны другие рынки. Второе. Наекиды. Крупные фабрики работают на самые крупные рынки. Выпускают ту мототехнику, которая нужна этим рынкам. В случае с Ланцин, как и в случае большинства других крупных фабрик, это непосредственно мотоциклы. Ланцин выпускает много наекидов. Помимо этого, Ланцин выпускает много кабов, скутерет. И то, и другое в нашей стране не продается. Покупатели о ней не интересуют. В нашей стране продаются мопеды, скутеры и внедорожные мотоциклы. Остальное постолька поскольку. Поэтому из того, что фабрика делает для других покупателей, купить нечего. Третье. Политика, экономика. Крупной фабрике не просто не нужны малые заказы с нестандартной спецификацией. Они и вредны, и мешают работать. Ни производца, ни служба продаж крупных фабрик не заинтересована в таких заказах. И наоборот, понимает их вредность для предприятий. Четвертое. Ритм. Крупная фабрика заинтересована в ритмичной стабильной загрузке производства, которые могут обеспечить стабильные заказы. В России спрос в мототехнику имеет сильное колебание. Сезонность, колебание курса валюты, общая экономическая ситуация в стране, изменение законодательства. Пятое. Местные партнеры. Крупные и опытные игроки рынка могут самостоятельно формировать спрос на какой-либо товар. По-другому говоря, инвестировать в какой-либо новый продукт, который ранее не было, и его продвижение. От крупных производителей при этом требуется высокое качество и имя. От местного партнера заказан новый товар. В России таких игроков на рынке мототехники пока нет.